Владимир, слушай, у меня есть дурная мысль и меня очень сильно цифровает. Что с этим идет? Ты знаешь, ответ на твой вопрос есть точно в тайне 27-я глава. Там объясняют антрепы, что каждый раз, когда человеку приходят дурные мысли, он должен от этого радоваться. То есть, на самом деле, звучит немножко странно, как человек может радоваться от такой вещи, как вы можете говорить, но надо объяснять это таким образом, что когда человеку приходит дурная мысль в голову, у него есть возможность сейчас исполнить заповедь. Как написано в Торе, не следуйте со своими сердцем, со своими мыслями, со своими намерениями. И в этот момент человек действительно может исполнить заповедь Тора. И радоваться этому нужно не меньше, чем если он, например, радуется от того, что у него есть возможность исполнить заповедь о Деть Ферене. И каждым таким отталкиванием, которое ты отталкиваешь свои дурные мысли из своего сердца, притягивается бесконечный Божественный Свет. И объясняется, что у Всевышнего есть два вида удовольствия. Есть удовольствие от праведников, которые беспрекословно выполняют желания Всевышнего, а есть удовольствие от служения средним, в котором постоянно приходят дурные мысли, и их задача – постоянно перебарваться. Это не только дурные мысли, а просто перебарваться на дурное начало – встать рано утром, когда не хочется вставать, с помощью какую-то другую заповедь, когда это не хочется делать. И в том числе, когда приходит дурная мысль – оттолкнуть ее. Каждое такое действие приносит огромное удовольствие у Всевышнего. И поэтому не нужно расстраиваться, что даже если всю жизнь ты пройдешь к этой борьбе, всю жизнь нужно будет себя перебарывать. Потому что, возможно, ты для этого и был создан, чтобы постоянно перебарывать свое свое начало, и тем самым придавать Всевышнему огромное удовольствие от всего служения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новый год